Приветствую дорогие! За этот год я пытался с разной степенью успеха экспериментировать на канале в разных жанрах. Да, на канале все еще основная тема – это ходячие мертвецы, но, друзья мои, это ваш выбор, поскольку за нее вы меня смотрите стабильнее и чаще. Также в этом году летом я делал почти каждую неделю обзоры новинок недели в большом кино. Были у меня и своего рода смешные переводы, а совсем недавно я стал еще переводить и промо и сникпики к предстоящим сериям Ходячих и вы тоже это смотрите. Сейчас же я хочу подвести свои личные итоги года к тому чему я пришел и что же меня потрясло больше всего за этот небольшой промежуток времени. Разочарование года Я вполне со снисхождением относился к первой половине прошлого седьмого сезона Ходячих. Наверное, положение вытягивала отличная премьерная серия, которая, наверное, самого черства бы не смогла оставить равнодушным. Потом шоу покатилось по достаточно спорным рельсам, нам стали показывать абсолютно бутылочные серии про королевство, святилище, ошенсайд и почти все из них были крайне невыразительными. Относителем с золотом среди всей этой посредственности стала седьмая серия, почти полностью копирующая пребывание Карла у Нигана из комикса и она показала особую химию между этими двумя персонажами. Для меня еще эта серия еще цена тем, что она единственная за седьмой сезон показала Нигана человеком, а не монстром-диктатором, который сжет лица. Восьмая серия сезона также была хороша, мы видели снова сломленного Рика и жестокое убийство по делу Спенсера. Вторая половина сезона вышла под лозунгом Rise Up подъем, вот к ней-то у меня больше претензий, но на деле весь этот подъем вылился в унылые ужимки Рика уговорить представителей новых групп в том, что даже хилый мир хуже войны со спасителями. Добавьте сюда глупейшую сделку с мусорщиками и отвратные перестрелки финала сезона и седьмой сезон можно с гордостью отправлять на свалку истории. Худшая серия года. Сотая серия ходячих, которая одновременно стала и премьер восьмого сезона, что лично для меня еще и обидно, потому что задолго до премьеры все буквально начиная со Скотта Гимпла и заканчивая Грегом Никотера, называли ее чуть ли не лучшим, что должно было быть за все 8 лет. Я чуть ли помню, как мне тогда тяжело было делать обзор на эту серию, потому что она была настолько плохой, что мне было буквально трудно подступиться к ней, так как я не люблю выделять в обзорах только слабые моменты. Очень глупые спасители, которые стояли буквально по одному, чтобы их было легче убить, затянутые монологи лидеров групп своим людям, не умный Ниган, который вывел своих людей под пули, а потом еще хвастался, что на них заботиться. Глупо вел себя и Рик с командой, которые имели минут 15 чистого времени, чтобы все закончить, не начиная, но вместо этого почему-то тогда все бросили и пошли заниматься другими делами. Ну и конечно же стрельба по окнам, это уже мем года, который уже не стоит даже рассказывать. Конечно относительно не плохо тогда на фоне всего лютого ада выглядел Карл, который не стал тогда лезть на рожон и остался дома. Потеря года лично для меня Карл Граймс. К смерти Карла нас стали готовить наверное буквально с начала сезона. Во первых актеру за все первые 8 серий уделили что около около ничего серий. Он появлялся буквально эпизодически в первой серии, чтобы наставить отца не стрелять в кого попало. Потом только в шестой с Сидиком, ну и собственно сейчас. Создается абсолютное впечатление, что Гимпл намеренно готовил нас к уходу Карла. Больше того, даже как-то обидно, что с Карлом мы попрощались на волне того, как он грамотно обставил все нападение спасителей на Александрию. Как он грамотно взял на себя ответственность за переговоры с Ниганом, выиграв время своим людям. Он провел себя как грамотный лидер и это очень круто смотрелось на фоне простите меня ублюдочных блужданий его отца в стане мусорщиков, чтобы еще раз выставить себя полным посмешищем. Для Карла, по его словам, главное люди и поэтому большинство жителей успевают спастись не лезя под пули. Александрия это всего лишь дома, ну а самое главное это выжить любой ценой, как говорит Карл Мишон. Вот в этот момент я верю Карлу, что он заботится за своих, а не придумывая то, чего потом не может разрулить как отец. Исходя из этого еще и более обидно, что мы видим гибель не просто сына Рика Граймса, мы видим гибель здравого, наверное лучшего лидера будущей Александрии, чем отец и это очень прискорбно. Третий сезон БХМ для меня, наверное, навсегда останется феноменальным. Я бы ни за что не поверил до просмотра третьего сезона, что мой язык бы повернулся сказать, что когда-нибудь младший брат ходячих с легкостью уделает старшего по всем фронтам. Надежды на это, прямо скажем, было мало. Очень пресный, без выдающихся сценарных ходов первый сезон, еще более банально скучный второй скорее давали понять, что БХМ это какой-то странный рудимент, выросший у ходячих непонятно для чего и куда он идет. И какое же было мое удивление, когда третий сезон начался буквально с обрыва в карьер и мы увидели сразу страшные сцены расстрелов обычных мирных людей. За какие ходячие мертвецы с их насаждением цензуры могли себе позволить такое в последние годы. В БХМ кажется ни о какой цензуре и не слышали. Здесь с легкостью выбрасывают живых людей с дамбы, отчего внутри становятся не по себе. Зомби здесь даже, вроде как в первом сезоне ХМ, также обладают чем-то вроде интеллекта и буквально затаскивают безродного урода в трубу вентиляции. Ну а еще здесь есть отличные сценарные ходы, которые ставят зрителя в очень сложное положение, потому что нам трудно понять кто же все же прав в этом споре за землю ранчо. Оправдали насилие, которое проповедуют индейцы мстя старшему Отто. Виноваты ли остальные люди в этих грехах. Мне нравится также, что ход мыслей сценариста в третьем сезоне БХМ нам, зрителям было очень трудно просчитать. Если вы думали изначально, что вас ждет очередная Александрия, но уже в БХМ, ну вы ошиблись. Раньше не стало второй скучнейшей Александрией, а было это лишь этапом, чтобы раскрыть больше новый мир постапокалипсиса. Ценен мне третий сезон БХМ и тем, что мы узнали, что в мире постапокалипсиса все еще есть цивилизация. Только в БХМ создатели осмелились показать совершенно новый тип взаимоотношений для этого нового мира. Большой рынок и это скорее похоже на настоящую жизнь, нежели вечное блуждание в поисках припасов. Но и на рынке продюсеры не стали останавливаться и придумали нам новую насущную проблему – воду и дамбу вместе с ней. Вода – это валюта и ее отсутствие даже, наверное, страшнее, чем мертвецык. И кто бы мог подумать, что именно вода станет последней причиной главного конфликта, кажется, всего сезона. Вообще третий сезон БХМ лично для меня, наверное, лучший из осмотренных сериалов, наверное, в этом году, который смог сделать ХМ по всем фронтам. Почему так? Выделили продюсерам больше денег или Дэйв Эриксон на прощание действительно решил показать, что умеет большее. Нам остается только гадать. Сейчас же нам остается надеяться, что новые шоураннеры во главе с тем же Скоттом Гимплом не подпортят все завоеванное в третьем сезоне. Ты лишил меня всего. А что насчет того, чего лишился я? Своего мужа. Моего отца. Моего детей. Моего брата. Джейк погиб из-за тебя. Все они погибли из-за тебя. У тебя не было права. Я имел полное право. Я имел самое полное право. Это был мой дом. И ты дала мне это право. Ты позволила мне сбежать. Персонаж Гудот. Трой Отто. Так же, как и весь третий сезон БХМ, персонаж младшего сына Джерома и Отто был для меня чем-то вроде лакмусовой бумажки. Почти все время сезона Трой доказывал, что он непримиримый маньяк и псих. Его решения изначально выходили за грань, вроде убийства невинных цветных в начале серии во имя непонятных экспериментов. Еще больше подлило масло в огонь его необоснованное полное вырезание семьи его друга в середине сезона. У Трои не было тормоза в голове, он не знал с детства любви родителей. Отец-деспот, кажется, любил всегда только свое детище – Ранчо. Мать из-за этой нелюбви просто пила и в итоге Трои оставался представлен сам себе, наверное, и брату. Старший Отто явно отдавал больше предпочтения старшему сыну, отправив его даже учиться на юриста. Но Трой, вероятно, всегда был нужен только для места на ранчо. Неравен час, что он стал сначала убивать несчастных животных с адистической смертью, а потом перешел и на людей. Ну а потом он нашел Мэдисон, которая, будучи хорошим психологом, всегда умела направлять его в нужное русло. Но в итоге все, как и предполагалось, вышло за края. Судьба Трои, конечно, была закономерной для меня. Киркман никогда в комиксе не мог поступиться моралью. Его герои рано или поздно находят возмездие, заранее утраченную мораль. И судьба Троя была предрешена после премьерной серии с третьего сезона с расстрелом мексиканцев. Киркман всегда давал на понимание, что исправление Троя не имеет решения, и его проблемы связаны скорее с врожденной потребностью убивать, а не естественными причинами, как это было, например, с губернатором Ниганом или же тем же самым Риком Граймсом. Однако чем примечателен Трой? При всем его саморазрушительном темпераменте он создал действительно живого персонажа, исправление которого очень хотелось верить, хоть и бесперспективно. Я устал от темы Вторая мировая война. Почти с молоком матери каждый российский ребенок с пеленок получает ударную дозу патриотического воспитания, когда его буквально заставляют почитать подвиг когда-то воевавших дедов. Каждый год выпускаются сотни фильмов и сериалов на эту тему, скорее посредственного качества, и обходить все это стороной почти не получается, как бы ты ни пытался. Да что там, буквально каждый день уж на каком-нибудь федеральном канале вроде звезды идет буквально нон-стопом что-то на ударе советская про безоговорочную победу советских идеальных солдат над абсолютно поехавшими немцами. Зритель растет и у него появляется больше выбор для растраты своего времени. Свобода интернета делает свое, а потому и рождается интерес либо совсем не видеть ничего о войне или хотя бы то, что эту войну показывает с новой стороны, где нет того, чем мы присытились за годы героики, патриотики, кишок в кадры и прочего нелицеприятного. И Нолан не был бы Ноланом, если бы снова как и остальные показал бы все это заново. Юнкер совершенно иное кино. Это практически идеальное кино о выживании человека фактически в навязанных обстоятельствах ненужной войны. Почти без пафоса, ура-геройки и мудацкой романтизации кошмара войны. Дюнкер – кино прежде всего о людях, о невинных пацанах, которые ни в чем не виноваты, которые оказываются в этой жопе и за всех из них переживаешь, потому что никто из них не супермены, а просто они невольные участники этих событий, которые пытаются просто выбраться и выжить. Феноменальная картину делает и то, что Дюнкер ломает вообще шаблоны кино – в нем вообще нет главных персонажей. Вся картина построена на полотне военных действий, и никого режиссер особенно в ней не любит. Странно на этом фоне даже выделить кого-то из актеров, кому можно было бы дать Оскар за главную роль. В общем и целом, Малыш на драйве – почти идеальный мюзикл для расслабления. Кино почти не провисает ни разу за все время и помогает ему в этом правильно подобранная в нужные моменты классика мирового попа. Больше того, прекрасный саундтрек здесь играет 95% фильма и уже от этого и без того хороший сюжет влюбляет в себя еще больше. Юмор здесь хоть и не жирно показывается в лицо публики, но он есть, и он настолько искусный, что вы не замечая начинаете улыбаться, а иногда и хохотать от неуклюжести главного героя, его отношений с немым отчимом или заковыристых фразочек Кевина Спейси с Джейми Фоксом. В общем, кино лично для меня принесло одно удовольствие, ну а философская концовка имеет очень большой намек на сиквел. Триллер года Прочь Прочь очень удачно выделяется из сотен вышедших в этом году ужастиков бэшек, потому что в его основе завернута очень очевидная идея. Режиссер картины показывает своего рода катарсис воспитания культа толерантности между расами. Да, картину с лихвой некоторые недальновидные могут назвать просто расистской, вот только здесь проблема вывернута наружу. Вы никогда раньше не видели таких расистов. Это гордые, состоятельные и самодовольные либералы, которые полностью искренне, когда говорят о любви к Обаме, к черным знаменитостям и вообще притязательности к черной культуре. Их проблема как раз и состоит в этой любви. Они теперь знают, что черные обладают от природы более красивым телом, выносливостью, силой и не так быстро стареют. Так почему тогда этим не воспользоваться? Ну что ж, друзья, это мои такие короткие, наверное, итоги года. Можно было бы назвать еще и полностью обозреваемый весь сезон сериала Мгла, который, к сожалению или к счастью, отменили и не будет никакого продолжения. Не знаю, мне кажется, это слишком мелкая сошка, чтобы входить в этот топ, тем более, что сериал закончили не закончив. И, не знаю, советовать его я вам не могу смотреть. Но это на данный момент все. Обязательно пишите в комментариях ваши предпочтения, ваши любимые фильмы, любимые сериалы этого года. Составьте свой топ того, о чем я сказал. Ну а это все. Всем удачи и любви в новом году. Обязательно также смотрите мой канал, смотрите «Отходячих мертвецов». Будем надеяться, что Скотт Гимпл, свершив один раз в этом году поступок, сможет оправдать смерть Карла чем-то еще более интересным, чего мы не ждем. Ну а это все. Всех благ и удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok